Девочки и мальчики, всем большой привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. Сегодня будет видео, посвященное уходу за моим лицом. Если вам интересно узнать, что у меня за уход, тогда я вас приглашаю к просмотру и надеюсь, вам будет со мной интересно. Начну с того, что я очень сильно люблю делать в уходе за своим лицом. Это да, это маски. Я просто обожаю маски и я фанат глиняных масок. Поэтому в моем уходе всегда есть глиняная голубая маска, которую я очень сильно люблю. Я неоднократно говорю вам о том, что я ее использую круглогодично, раз в неделю это стабильно. Меня устраивает, как она очищает, мне нравится, как она освежает, мне нравится, как она работает на моем лице. Конечно же, минус в том, что после нее есть определенная сухость, но если у вас есть увлажняющий крем, то в принципе все будет здорово, все замечательно. Поэтому это средство очень бюджетное и на моей коже она очень хорошо работает. Следующее, что я хочу показать, это две маски. Коалиновые маски с добавлением, точнее, коалиновой пудры. Это маски от фирмы Вилента. Начну я, наверное, с того, что я люблю делать по утрам. Это маска Skin Professional. Освежающая маска для лица с белой глиной, экстрактом яблока и зеленым чаем. Производители нам обещают, что данная маска очищает кожу, увлажняет и устраняет следы усталости. Могу сказать, что эта маска действительно освежает. И если у вас склонность к отекам, то данная маска помогает немножечко освежить вашу кожу. У вас появляется такой легкий румянец на лице. В принципе, да, здорово. Данная маска, она, я не скажу, что она сильно увлажняет, но в своем составе она имеет масло сладкого миндаляя. Поэтому, как бы, в принципе, эта маска после того, когда вы наносите на лицо, у вас нет этой, знаете, жуткой стянутости, как примерно от глиняных масок. Здесь просто вы чувствуете, что данная маска впитывается в вашу кожу. И производитель нам рекомендует ее наносить один-два раза в неделю, но я ее делала два раза в неделю, иногда даже через день ее наносила, потому что меня устраивало, как она работает. Следы усталости она убирает тем, что она чуть-чуть вас освежает, так, знаете, появляется легкий румянец, вы такая более свежая становитесь. Очищать кожу, конечно, нет, она не очищает. Но, как такое, знаете, баловство, с утра чуть-чуть освежится, если вы любите наносить маски, то, в принципе, можно. Срок годности у этой маски 6 месяцев, и я в полную силу воспользовалась ей полностью все эти 6 месяцев регулярно. Здесь у меня еще ее чуть-чуть осталось, и поэтому, как бы, добиваю и выбрасываю. В принципе, за стоимость 150-140 рублей можно себе позволить побаловаться данными масочками. Очень даже неплохо, могу сказать. Следующая маска тоже от Виленты, она идет уже на Эксперт, очищающая маска с белой глиной, лавандой и васильком. Что обещает нам производитель? Это успокаивает кожу, увлажняет, питает, выравнивает тон. Здесь данная маска, я могу сказать, что она успокаивает тем, что она имеет ярко выраженный аромат лаванды. Меня это устроило в ней, мне понравилось ее наносить вечером. Она, в принципе, вас подготавливает и расслабляет ко сну. Но что могу сказать, у нее, знаете, она не очищает кожу, то, что здесь, как бы, содержится белая глина. Она такое, знаете, просто баловство. Для меня вот эта масочка, это просто баловство. Но хотя здесь нам пишут, что здесь есть витамины группы А, Е и Б. Но не знаю, в принципе, как бы, ничего плохого не сделала, но расслабляла она очень даже хорошо. Мне понравилось. Можно ей поставить смелую четверку в совокупности качества нанесения. Она такого голубого цвета. Вот здесь она у меня нанесена уже. Голубого цвета имеет такой лавандовый аромат. В принципе, меня устроило, я ее пользуюсь. Сейчас тоже ее допользуюсь. Срок годности тоже у нее 6 месяцев. Я ее допользую и выброшу. В принципе, неплохое средство за бюджетную очень стоимость. Могу смело посоветовать, чтобы... Если у вас нет каких-то ярких выраженных проблем на рецепте, то, я думаю, вот этой фирмой можно воспользоваться и устраивать себе такие спа-процедуры. Следующее, что я хочу показать, это... Первый раз я взяла, и я уже дважды воспользовалась ими, этими полосочками. Хочу вас с ними познакомить. Это полосочки от фирмы Propeller, очищающие с активированным углем. Очень много слышала отзывов о них. И сейчас я во всеми пользуюсь. И хочу сказать, что пока обауэффекта я не заметила. Но, в принципе, как такой один из шагов по уходу за собой, я его наношу. Потому что мне хотелось попробовать. И сейчас, наверное, более подробно я могу рассказать вам уже в пустых баночках. Сейчас я вам просто показываю, потому что я ими сейчас уже начала пользоваться. И хотела с вами порассуждать. Девочки, если вы пользовались данными очищающими полосочками, какого у вас сложилось о них мнение? У меня пока такое, знаете, ни два, ни полтора от них сложилось мнение. Мне кажется, вот эта глиняная маска, она получше даже вычищает, чем вот эти полоски. Они такие, знаете, как... У меня это часто как такое баловство. Но как шаг в очищении своей кожи, оно у меня присутствует. Следующее, чем я хочу поделиться, чем я пользуюсь. Я много раз говорила, что я люблю скрабы, я люблю жесткие пилинги, такие на теле и на лице. Но на лице я более мягкий, потому что у меня кожа чувствительная, склонна к высыпаниям и красноте. Я сейчас вам покажу о том, что я пользуюсь. Это скраб маска. Это новая серия о чистой линии фитобаня с косточками клюквы и эфирными маслами. Эфирные масла здесь есть, потому что, когда вы наносите данную маску на лицо, вы прям чувствуете, как будто бы вы находитесь в бане. Этот скраб, эта маска обещает то, что она раскрывает поры, глубоко очищает и выводит токсины. Она зеленоватого цвета, если будет видно на камеру, то, что здесь имеются такие красные вкрапления клюквы. Но что могу сказать? Сказать, что она как-то распаривает кожу? Ну, наверное, нет. Просто вы чувствуете вот эти вот эфирные масла. Я даже вам сейчас сказать, какие именно здесь эфирные масла, потому что я не вдавалась в подробности, но мне кажется, эвкалипт и что-то такое, мяда здесь находится, оно такое тоже имеет релаксирующее какое-то свойство на коже. То есть, как бы вы вдыхаете эти ароматы масел и вы расслабляетесь. Она деликатно очень очищает вашу кожу. Ну, сказать, что она как-то супер-мега вычищает ее, конечно же, нет. Но как такая ступень в вашем уходе, я думаю, в принципе, можно присмотреться. Покупала ее в пределах 100 рублей. И, ну, как бы такое средство, которое мне... Оно не сделало хуже, по крайней мере, но меня, в принципе, устроило. Следующее, что я использую как скраб, и это средство от Гарнир Чистая Кожа 3 в 1 с салициловой кислотой и комплексом трех минералов. Я использую ее как именно скраб, потому что... Точнее, даже как пилинг, потому что здесь имеются очень мелкие частички, и оно мне даже напоминает отчасти малиновый скраб для кожи от Чистолини. Вот он такой вот, тоже как с калиновой пудрой, мне кажется, даже здесь содержится. И напоминает мне что-то от Клоранс средства скраб. У них тоже есть для тела такой вот, он с мелким-мелким помолом, какой-то там что-то там внутри. Очень хорошо пилингует кожу, подготавливает ее, допустим, если вы это делаете с утра, подготавливает к макияжу, выравнивает тон кожи. Мне, в принципе, устроило. Запах имеет такой же, как у всей линейки, чистая кожа. В принципе, неплохое средство, оно мне попадалось в коробочке красоты, и сейчас я его всю пользуюсь. И неплохое средство, могу сказать, вот эти два, две штучки, не скажу, что это мастхев, мастхевовичи, но неплохие. Они, по крайней мере, нет вот этих, знаете, как от абрикосовых косточек, вот эти вот жесткие абразивные частицы, которые вы лозите по коже. И если у вас кожа чувствительная, вы потом, знаете, такой, как красный-красный помидор, у вас лицо, как красный помидор, который, знаете, нужно потом еще чем-то успокоить. Вот такое вот средство, ведь скрамов я использовала этой осенью и в данный момент. Следующее, что я всегда использую, что-то я прям скачу, это, конечно же, мицеллярные воды. Последний год, последние даже года два я просто влюбилась, даже полтора-два года, да, я влюбилась в мицеллярные воды. И в своем инстаграме я уже говорила о том, что я изменила свои любимые мицеллярки от Гарниер, и я купила себе мицеллярку от Чистой Линии, это у них какая-то, по-моему, новая линейка, которая вышла в конце лета, это мицеллярная вода для лица век, для сухой чувствительной кожи. 20% активной сыворотки, здесь 250 мл, жидкий коллаген, камелия и гиалурон. Могу сказать, что это я средство брала именно для удаления макияжа с глаз. Вообще, очень плохо смывает макияж с глаз, мне не понравилось, именно, по крайней мере, те туши, которыми пользуюсь я, она не смывает. После нее все время хочется, после того, когда пользовалась эта мицеллярка, мне всегда хотелось быстрее умыться и чем-то мулким таким сделать, чтобы до конца убрать просто остатки туши с глаз. Но это было моей ступенью в моем уходе, и я вам хотела ее показать. Но, конечно же, такое вот абсолютно средничковое средство, которое меня никак не впечатлило, но оно было в моем уходе, как вы видите, я ее полностью добила, и поэтому как-то вот так вот. И после вот этой мицеллярки мне приходилось проходиться вот этой вот мицелляркой от Aven. И для меня это было очень плохо, потому что эта мицеллярка от Aven, это обычная их мицеллярка, она мне жутко щиплет глаза, и после нее прямо вот глаза пикет, 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 аж невозможно. И поэтому как бы, поэтому я обиделась на вот эту мицеллярку. Но как она снимает, ой, простите, как она снимает макияж, остатки макияжа, это просто, ну, вау, она вычищает поры настолько все остатки, допустим, пудры, она, глаза я уже ей просто не пользовалась, но пудру она убирает вообще круто, консилеры замечательно убирает, даже тот, который у меня от Catrice Vanderoff, она снимает замечательно, то есть вообще одним ватным тампоном можно убрать, смыть все лицо. В принципе, меня устроило. Единственный минус, конечно же, это ее цена, она очень достаточно такая небюджетная. Но в данный момент времени у меня имеется такая мицеллярка, я ей, в принципе, довольна, как она очищает лицо и подготавливает ее к дальнейшему уходу. Данная мицеллярка, она сделана, кстати, на основе термальной воды от фирмы Avene, и, как бы, в принципе, термалка вот Avene, она мне, как вы знаете, понравилась, и мицеллярка, в принципе, меня тоже устроила, является сейчас таким одним из моих шагов в уходе. И, конечно же, как вы уже поняли, гель для умывания, я показывала в своих покупках аптечных, ссылку оставлю под видео, если интересно. Это умывалка от Avene, Клиананс. Она предназначена у нас для жирной и нормальной кожи. И хочу вам сказать то, что я здесь очень сильно оплошала, потому что у меня кожа не является жирной, она у меня нормальная, склонная к высыпаниям, и она у меня чувствительная. Жирность у нее бывает, да, в какие-то определенные дни, но не критичная жирность. И здесь, как бы, я чуть-чуть прогадала, потому что данное средство мне очень подсушивает кожу. Но оно неплохо вычищает поры, оно подсушивает прыщички, если они у вас есть. Черные точки оно не убирает, то есть, как бы, не выбеливает, не вычищает их. Нужно пользоваться скрабами, чтобы убрать черные точки. Но, в принципе, как такое мягкое очищение кожи, очень даже неплохо. Я им начала пользоваться в сентябре месяце, и вот сегодня, в ноябре, как вы видите, сколько я им воспользовалась. То есть, как бы, в принципе, достаточно экономичное средство, несмотря на то, что оно очень-очень жидкое, но оно очень мылкое. И пометочка, данное средство можно смывать только достаточно очень такой теплой водой, потому что, если вы любительница умывать лицо прохладной водой, это средство вы не смоете с лица, так что имейте в виду. Но, в принципе, неплохое средство, которое, как такое средство в уходе за лицом, умывание, очищение, очень здорово. Сразу скажу, что макияж за глаз я такими средствами не смываю, я просто смываю, именно умываю лицо, не задеваю область вокруг глаз. В принципе, как бы, в большей степени меня устроило. Единственный минус, это, конечно, то, что оно сушит. Также у меня нет, как такового, тоника за лицом. Сейчас, в данный момент времени, я пользуюсь хлоргексидином. Это копеечное средство, которое стоит, здесь даже ценник, 11 рублей. У меня раствор 0,05%. И это классное средство, если у меня есть высыпание, я всегда им пользуюсь. Оно подсушивает прыщички, оно дезинфицирует. Оно предназначено именно как дезинфекция. Оно убивает все микробы. И в дальнейшем я просто наношу свой крем. Крем у меня сейчас вечером я использую. Это Хисиак Мат. У меня на него тоже есть отдельное видео на моем канале. Ссылочку оставлю под видео. Что мне нравится в этом средстве? Оно матирует и неплохо увлажняет. В принципе, сейчас, в данный момент времени, меня устраивает. Единственное, вот эта упаковочка у меня просто улетает в лед. Я ее открыла буквально в середине, в конце сентября. И здесь у меня уже осталось где-то вот так. То есть вот этот бутылечек у меня расход идет какой-то катастрофически огромный. Но все цело мне нравится то, что не закупоривает поры, не провоцирует какие-то прыщички. То есть, в принципе, меня устроило. Все мне нравится, то, что оно успокаивает кожу. После всего моего жесткого ухода это средство ухаживает, увлажняет за моей кожей. По утрам же я люблю пользоваться с SPF-ами сейчас. Добиваю молочко от Хисиак тоже. Здесь его совсем чуть-чуть осталось. Здесь SPF 30. И у меня склонность просто к веснушкам. И, в принципе, я им пользуюсь. И я начиталась отзывов, что это средство не вызывает прыщичков. Но могу сказать, что именно средство с SPF-ами у меня вызывает потом какие-то прыщички. Поэтому я им пользуюсь. Потом пользуюсь чем-то таким, чтобы у меня вычищалось, чтобы у меня все было замечательно. Поэтому я его сейчас добиваю. А потом буду искать какое-то другое средство, чтобы не было каких-то прыщичков. Либо буду искать, как правильно пользоваться средством с SPF. Но, в принципе, меня устраивает данная серия. Мне нравится, как она тоже увлажняет по утрам. Питает, даже скажу, на него замечательно ложится косметика. Меня все устраивает. Нет этого, вы знаете, жуткого, когда вы пользуетесь кремом с SPF. Ой, мне так пекет кожу. Нет этого жуткого натибелого пятна на лице, когда вы пользуетесь кремом с SPF. То есть, в принципе, очень даже хорошо подстраивается под кожу и не выбеливает там, где не нужно. Так что вот так вот. Ну что, девочки, это был весь мой уход за лицом этой осенью. Если вас что-то заинтересовало, конечно же, берите себе на заметку. Я вас всех люблю. Целую. Не забывайте подписываться на меня в Instagram, чтобы не пропустить там какие-то отзывы и события в моей жизни. Если вам это интересно, не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Я вас всех люблю. Целую. С вами была ваш Ира. До новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok